Давид Шарп, военный эксперт у нас на связи. Доброе утро. Доброе утро, Даша Антон, и директору Гутен Морген, если где-то здесь. Спасибо. Мы прибежали к Давиду в нашу ежесредничную рубрику на два фронта, для того, чтобы поговорить о двух фронтах, за которыми мы продолжаем пристально наблюдать. Я задаюсь иногда вопросом, когда одна из войн закончится? Нам нужно будет переназвать эту рубрику, а потом бью себя по щекам. Да как ты смеешь вообще надеяться на то, что войны закончатся? Кажется, они не закончатся никогда, к сожалению. Да или нет? Как вы считаете, Давид? Войны, я надеюсь, что да. Надеюсь, что да. Где-то, я уверен, в каких-то случаях, например, в израильском, я уверен, что нет. Скорее, она видоизменится. Тут сомневаться не приходится. Вот закончится, чтобы совсем нет. Уверен, что нет, к сожалению, в обозримой перспективе. Что касается украинской войны, украинско-российской войны, то тут у меня надежды больше. Закончится, да. Но вот когда, это большой вопрос. Когда, это уже оптимистичный взгляд. Я-то задаюсь вопросом, если. По крайней мере, первое, на основании оптимистичного утверждения, что в отличие от Ближневосточной, это закончится. Хорошо, но пока она продолжается, и мы смотрим на разные ее проявления, в том числе и в ТУ России. Вот самолет Су-34 российских воздушно-космических сил разбился в Северной Осетии. Как говорит нам Министерство обороны России, произошло это из-за технической неисправности. Пилотам выжить не удалось. То есть, крушение произошло в безлюдной местности, на земле разрушений нет. Известно ли что-то нам о причинах этого падения? Насколько этот самолет относится к тому флоту, который участвует в нападении на Украину, участвует в боевых действиях? Или это был учебно-тренировочный полет и самолет в целом? Или вам вообще ничего не известно? Ну, кроме, если мы говорим о причинах происшествия, то кроме официального сообщения российских СМИ, мы ничего особенно не знаем. Кстати, я не удивлюсь, что я, может быть, что-то пропустил на уровне Z-военкоров, может быть, кто-то уже сказал. Но если серьезно, то в таких случаях в большинстве, по крайней мере, сходу, конечно, иногда можно что-то сказать. Я имею в виду техническая неполадка, либо человеческий фактор. Но обычно проводится расследование, и вот тут сложно, мне уже сложно говорить, в нынешней России результаты расследования, во-первых, проводится ли оно объективно, если да, то обязательно ли его результаты станут известны, или же ответ будет дежурный. Однако важно сказать, что этот район далеко от места боевых действий, поэтому нет никаких причин считать, что самолет потерян, на самом деле, по боевым причинам. Так что тут вам ответ простой. Либо человеческий фактор, либо, то есть, ошибка пилотирования, либо техническая неисправность. В скобках можно сказать, что аварийность в российских ВКС в течение войны, ну, не будем слишком далеко назад в ретроспективу заходить, аварийность, то есть, потеря самолетов не в боевых эпизодах, она высокая очень. В принципе, аварийность принято мерить, ну, так что, если уж там серьезно, по-научному подходить, на количество часов полета, да, не просто разбилось столько-то самолетов за несколько лет, а вот часы полета, и тогда можно понять состояние, кое-какие выводы о состоянии ВВС сделать. Значит, чемпионом, кстати, по аварийности, таким мировым чемпионом на протяжении многих лет является Индия. Мы говорим, если о военных, значит, у россиян, естественно, нам неизвестен показатель, на сколько часов, сколько самолетов падает, но падает их много. Это очевидно, что эта цифра явно выходит за пределы обычной аварийности. Вероятно, во время войны этому разного рода объективные факторы, возможно, техническое, техобслуживание ухудшается, некие стандарты безопасности снижаются, так или иначе, аварийность повышенная. Самолет Су-34, это из новейших самолетов российских, стоящих на выражении в России, считается, принято считать, скажем так, среди тех, кто очень сильно интересуется авиацией, что это неудачная модель, что это модель, которая, в принципе, он был призван прийти на замену Су-24, старому фронтовому бомбардировщику, который еще чуть-чуть, но не присутствует на вооружении. Модель, созданная по таким вот канонам холодной войны, причем старым канонам, прорыв на низких высотах, броня, то, что сейчас уже считается во многом нерелевантным, а считалось релевантным в 60-е и 70-е годы. То есть, например, если в линейке Су-30 признано считать удачным представителем линейки, то Су-34 не очень. Тем не менее, это сегодня главная рабочая лошадка с точки зрения фронтовой бомбардировочной авиации российской, российских ВКС. Их было выпущено, ну так я ориентировочно сейчас говорю, штук 150 за все про все, включая первые предсерийные борта. Потеряно было энное количество и в летных происшествиях до войны. И во время войны потери они понесли немалые. Есть подтвержденные, если мы говорим буквально о подтвержденных, не на уровне сводок украинской стороны или других, а вот фактически визуально подтвержденных потерях, когда обломки самолета найдены, когда есть некролог пилота. Этим вопросом занимается проект ОРИКС касательно потерь техники сторон. Так вот, если я не ошибаюсь, 27 самолетов только во время войны потеряны, вот причем на уровне зафиксированных. То есть, это самая минимальная цифра, от которой можно только отталкиваться. Там учтены и вне боевых происшествиях, но большая часть их, конечно, львиная доля была сбита или уничтожена на аэродромах. Так что стало на 1 Су-34 меньше. Всего их, видимо, около 100 или плюс-минус. В постоянной летной готовности не совсем ясно, сколько тут тоже мы не знаем процент, какой процент у российских ВКС именно в поставить готовых исправных самолетов. Ну и в таких случаях, кроме того, что самолет сам по себе ценен, стоит десятки миллионов долларов и выпускается в лучшем случае несколько штук в год, для любой армии важен экипаж. Если погибает экипаж, то это большая обычно потеря, потому что каждый летчик, можно сказать, это штучный товар, это человек, которого готовят годами. Самолет можно положить деньги на стол и произвести, допустим, там за год, если производственный цикл, пилота не подготовить сзади. Да, я вот смотрю на сводку, что с 24 февраля в России в результате крушений, именно аварий, не в результате боевых действий, уже больше 10 самолетов. Погибло это, только известные нам факты. И плюс еще вертолеты и так далее. Надеюсь, что они сами себя и уже и закончат когда-нибудь. Для этого надо представлять, сколько вообще самолетов. Ну вот 150, 134 было. Ну 134, 150, но их же куда больше. Да, конечно. Но пусть они чаще летают, что друг с другом. Без ракет желательно. Кстати, про ракеты. Германия и союзники заявили о передаче Украине 100 ракет для Патриот. Об этом рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус. 100 ракет для Патриот. Это много или мало? В принципе, это мало. Но по нынешним западным меркам это много. Это, кстати говоря, показывает, если мы говорим о производстве, я не ошибаюсь, производится около 500 ракет в месяц, не в месяц, а в год вообще производится ракет. В мире? В год, в год. Во всем мире? Да. Где их в Америке делают же? Да. Это главный производитель Америка. Тут тоже меня можно поймать на слове. Если я не ошибаюсь, японцы производят по американской лицензии, но в целом ракеты производятся в Америке. И вот после, если я не ошибаюсь, 500 это цифра, которую либо должны достигнуть, либо вот-вот достигнут благодаря наращиванию производства. То есть, что мы видим? Речь идет о, опять-таки, штучном и очень дорогом товаре. Есть разные типы ракет Patriot, но если для Patriot, например, в самой противоракетной конфигурации для стрельбы, для оптимизированной, для стрельбы по баллистическим ракетам, эти ракеты называются PEC-3. Так вот, эти ракеты PEC-3 на экспорт уходят по цене 4, 6 и более миллионов долларов за единицу. Новые, новейшие ракеты на экспорт. Себестоимость там, она, видимо, ниже для собственных вооруженных сил. Но вот вам примерный показатель. То есть, и очень дороги, и производятся небольших количествах из-за сложности производственного цикла. И поэтому, когда говорится о передаче 100, сотни ракет, это очень немало. Есть небольшие страны, я думаю, страны, у которых тоже эти системы стоят на вооружении, и небольших количествах. Вот их общий запас ракет исчисляется вообще многими десятками, либо сотни с небольшим. Ну, а как иначе, даже если это не та вариация, которая 4-6 миллионов долларов, а которая раньше была закуплена, ну, скажем, по миллиону, то немногие могли себе позволить арсенал в несколько сот ракет. И к чему это приводит? Что украинцы не могут, даже когда скидываются, давать достаточно мотивированно, очень много этих ракет они получить не могут. В общем-то, сказать по чайной ложечке не совсем верно. Сотни это еще крупная партия. Испанцы недавно поставили 10, и эти 10 были, я думаю, немалой частью их общего арсенала. И это еще один важный момент. Например, так как их мало, этих ракет для Патриота, тем более мы сейчас говорим не о ПЭК-3, а, видимо, ПЭК-2, которая более оптимизирована для стрельбы по самолетам, и любым таким более классическим воздушным целям. Украинцы не могут себе позволить расходовать их на второстепенные цели. То есть, например, беспилотники типа Шахет-136, 131, они же Герань, которые регулярно атакуют Украину и выпускаются иногда до 500 в месяц такого рода беспилотников. Так вот, если стрелять по ними считанными ракетами Патриот, то ракеты быстро кончатся. И поэтому тот самый случай, что ракеты Патриот стоит экономить для наиболее важных целей, в первую очередь, охоты за вражескими самолетами и особо угрожающими целями, а не всему, что летит. Это яркий пример проблемы, с которой сталкивается Украина. Дефицит дорогостоящих боеприпасов западного производства для ПВО и даже советских боеприпасов, которые уже не производятся. Может, они и не дорогостоящие. Вот такие вот дела. А вот при той интенсивности войны, которую мы видим сейчас, и при понимании, что этими ракетами сбиваются только определенные цели, 100 ракет – это насколько по времени? Вот как быстро их можно израсходовать? Израсходовать можно при желании быстро. Например, если в рамках засадной, ну, например, можно иметь, если использовать в рамках засадной тактики против российской авиации. Было несколько таких памятных случаев, когда Патриоты сбивали российские самолеты, в том числе и над Брянской областью был эпизод, когда сбили сразу 4 летательных аппарата, сбили А-50, самолет дальнего радиолокационного обнаружения над морем, сбивали их в других эпизодах, то этих эпизодов не так много. И там сотню можно расходовать достаточно долго. А вот когда есть массовый ракетный налет на Украину, массовый ракетный налет, кстати, сегодня ночью как раз был удар по Киеву крылатыми ракетами, которые, по первым данным, насколько я понимаю, отразили полностью, с чем можно поздравить. Так вот, ракетный налет, десятки ракет. Представьте себе, что задействуют и десятки Патриотов тоже, для их перехвата. А налеты по десятке крылатых ракет и более, они очень часто, ну, достаточно часто случаются. Вот вам сразу несколько десятков можно и расходовать, если не использовать другие средства, а исключительно положиться на Патриоты. Поэтому украинцам важно не исключительно полагаться на Патриоты, иначе за пару-тройку, пятерку налетов, вот вам, пожалуйста. Или возьмите другой пример. Очень многое говорится о необходимости защищать Харьков от ударов С-300. Как правило, зенитными комплексами С-300, старыми ракетами, поливают Харьков на постоянной основе, иногда на ежедневной основе, несколько ракет. Так вот, Патриоты могли бы достаточно успешно отражать, в отличие от других систем, вот эти вот удары. Но, если считать, что Россия задействует сотни ракет для обстрела Харькова, то значит, примерно сотни. Нужно, чтобы отразить полностью эти удары. А теоретически Россия может до вот этих вот показателей в сотню другой ракет достичь близко, быстро. Считалось, что на момент войны у России 8 тысяч на складе советских старых ракет для С-300. Несколько тысяч из них, видимо, уже израсходованы, но вот именно по таким нетиповым целям для стрельбы по земле. Но, видимо, их еще достаточно. И вот вам пример. Количество против количества. Ну, раз уж вы Харьков упомянули, давайте перейдем к тому, что происходит на фронтах. Армия Россия освободила, как они это называют, Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области. Продолжают продвигаться они и в Харьковской области, но еще и в Луганской. Министерство обороны России рассказало о сводках с Купянского направления. Группировкой войск Запад нанесено поражение силам 3-й штурмовой 14-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах города Купянска Харьковской области и поселка Невская ЛНР. Можно ли верить этим сообщениям? На чем они основаны? Есть ли у нас подтверждение тому, что российская армия действительно захватила указанные поселки? Ну, пока подтверждений нет. И важно понимать, что это не было, даже если там было это продвижение. Подтверждение я имею в виду, видео и фото. Но, по крайней мере, я их не успел с геолокацией. Я их не успел увидеть. Значит, тут важно понимать, что это речь не идет в любом случае. Было ли продвижение, это о небольшом прорыве, о прорыве речь не идет. Может быть, это какое-то, а не может быть в лучшем случае для российской армии, это какое-то продвижение на уровне вытеснения. То есть без прорыва фронта, без разбития противостоящих сил и без какого-то глубокого маневра. Кстати, вот этот термин нанесли поражение. Кто-то может подумать, что речь идет о том, что кто-то разгромлены в те или иные силы украинской армии. Это, скорее всего, термин, не скорее всего, то, что разгромлены не были. На ежедневной основе в российских сводках этот термин употребляется и подразумевает он огневое поражение. Грубо говоря, были обстреляны и по ним был нанесен удар. Поражение как такового, в любом случае, чтобы они не имели в виду, нанесено не было. То, что в этой сводке, о которой говорится, отражает в частности то, что, несмотря на прикованное внимание до сих пор, в общем-то, к тому участку наступления российской армии в Харьковской области, тому новому участку наступления с 10 мая, где, в общем-то, продвижение российской армии остановлено, идут упорные бои позиционного типа с контратаками. Так вот, в районе Купинска как раз, в районе Купинска продолжает оставаться основное, одно из основных мест, одно из основных мест, приложение усилий российской армии. И вот там, где они заявляют про движение, это и было. Однако, по-прежнему ситуация там, тяжелая Купинска, это тоже Харьковская область, российское командование очень хотело бы захватить город, ну, понятно, что Кремль тоже. И там важный момент, с точки зрения военной, это выход на рубеж реки Оскол. То есть, захват город, это было бы, кроме захвата территории, еще и удобная конфигурация фронта. С их стороны, они этой мысли не оставляют многие-многие месяцы, однако, в итоге у них как бы серьезной успешности, если говорить, по большому счету, там не наблюдается, но иногда имеет место хоть какое-то на продвижение. А что происходит в районе Волчанска? Есть ли продвижение там или тоже все замерло? В районе Волчанска, насколько можно судить, делаем скидку и поправку на туман войны и легкое запаздывание сведений. Прямо в городе Волчанск идут городские бои вокруг города и внутри города идут бои. И в этом плане ситуация не изменилась фактически за неделю. То есть, были, возможно, небольшие продвижения, но тут это настолько уже, ну, скажем так, это очень значимо на месте, но с глобальной точки зрения значимым это назвать трудно, потому что речь идет о небольшом городе, там немногим более 20 тысяч, 20 тысяч жителей до войны. И когда речь идет о продвижении уровня улица туда, улица сюда, это очень важно для тех, кто ведет бой непосредственно, но это свидетельствует о том, что серьезных изменений нет. Начали они очень бодро, воспользовались оплошностями и проколами в обороне. Однако, несмотря на оплошность и проколы, украинское командование было обязано исправить ситуацию. Ради этого были брошены дополнительные силы, резервы сняты, причем очень такие качественные резервы, с разных резервов или подразделения, действовавшие на других направлениях, что называется тушение пожара. С другой стороны, российская группировка по своей мощности и масштабам, по размерам, она была тоже ограничена. Она изначально не была заточена на решение далеко идущих целей. И тут, в тот момент, когда украинцы смогли стабилизировать оборону, встретить, нанести удары и накопить то количество сил, которое необходимо для остановки, это, собственно, и произошло. То есть, ситуация уравновесилась, как это часто бывает во время войны, после чего стороны начали срочно корректировать свои задачи и пытаться что-то изменить в дальнейшем. А как мы говорим, что-то изменить кардинально с момента вот этой относительной стабилизации сторонам не удалось. России, российскому командованию, если они хотят и дальше на этом участке продолжить какое-то продвижение, значит, необходимо где-то изыскать дополнительные резервы и надеяться, что украинцы это не парируют. Украинцы, в принципе, для того, чтобы наступательными действиями отбросить полностью российскую армию за границу или хотя бы частично продвинуться и отбить часть территории, по всей видимости, до сих пор, такое не по всей видимости, по факту, этих резервов достаточно тоже не было и, соответственно, вот этот баланс устанавливается на уровне боев упорных, кровопролитных боев, но боев местного значения без существенного продвижения сторон. Местного значения, видимо, бои проходят в направлении Часов-Яра, там продвинулись российские войска на Ивановское и, кажется, его тоже полностью захватили под угрозой или Часов-Яр? Часов-Яр под Ивановским то не кое-что не ясно, вроде бы и частично захватили, но, может быть, и не совсем, но это, кстати, тоже, это буквально небольшой участок бои, за который идут уже, можно сказать, месяцами. Речь идет, если и о продвижении, то иногда даже на десятки метров или на сотни метров. В Часовом-Яре как раз в восточной части города было зафиксировано небольшое продвижение российской армии, но, вроде как, вот там есть ключевой рубеж по каналу, по водоканалу проходит, такой он и символический позволяет ориентироваться, если посмотреть на карту города, вот его, вроде бы, пройти не удалось, и в любом случае тяжелейшие бои идут в Часовом-Яре уже очень и очень долгое время. Вот это ключевой в тактике российской армии поиски уязвимых точек на фронте, и если удается эту точку найти, попытка, далее следует попытка развить успех, а так вот в этой тактике поиска точек Часов-Яр занимает очень важное место. Слабого места они там не нашли, но если удастся пройти, захватить Часов-Яр, а это важный с точки зрения топографии, с точки зрения местонахождения малюсенький городок, они приближаются на шаг или на шажок к решению более важной цели, а более важная цель это выход к населенному пункту Константиновка, который гораздо более значим, ну а глобальная цель, и я о ней как бы всегда стараюсь говорить, это в целом выход к линии Константиновка-Покровск. Покровск, это город, который находится от Константиновки юго-западнее, и к нему пытаются выйти, или по крайней мере пытались, вот во время того, ну скажем так, к нему, вот тем самым шажком был прорыв, в общем, купированный на данный момент в районе Очеретина, в свое время, о котором очень много говорили, когда российская армия продвинулась быстро на достаточно большое для этой войны расстояние. Я, друзья, хотела бы успеть про еще один фронт и про еще одну войну поговорить, и мы с вами, мне кажется, виделись до того, как освободили четырех заложников в результате операции, вот уж действительно специальной военной операции здорового человека в секторе Газа, а сейчас мы наблюдаем за тем, как ООН принимает резолюцию о том, что Израилю нужно будет оставить сектор Газа, вывести все свои войска, что происходит вот между вот этой успешной операцией по освобождению заложников четверых и каким-то все большим и большим подходом к тому, что Израилю нужно будет вывести свои войска из Газа. Просто так, просто так Израиль выводить войска из Газа не будет, это может, может теоретически произойти только в случае, если состоится и то, это очень большой вопрос, состоится сделка по обмену заложников израильских на террористах сидящих в израильских тюрьмах и важно понимать, что если, например, для Хамаса вот эти цели переговоров являются сохранение его власти и прекращение войны и освобождение максимального количества террористов из тюрьм, причем, вероятно, всех, хотя об этом пока не говорится, в Соединенных Штатах важно прекращение войны и собственных политических интересов, то для Израиля прекращение войны как раз на самом деле неприемлемо в принципе, до сих пор было, по крайней мере, Израилю важно освободить заложников, а вот перемирие или даже длительное это некий инструмент для достижения этой цели. И, собственно, из-за этого переговоры по-прежнему не увенчались успехом никаким, потому что израильское правительство на данный момент все еще настаивает на том, что если не будут удовлетворены требования Израиля, а именно это разоружение, демонтаж военных и гражданских инфраструктур Хамаса, то после некой условной первой фазы обмена, когда будут отпущены 33, от 33 до 40 заложников и будет 42 дня прекращения огня, Израиль имеет право и может и должен возобновить боевые действия. Со своей стороны я могу сказать следующее, что если окажется, что Израиль не возобновит боевые действия под давлением изнутри, извне и так далее, и продолжит идти по этому пути, когда Хамас остается у власти и более того, Хамасу обеспечивается защита гарантиями вот этих договоров, то есть фактически прекращается война, для Израиля это будет четким и ясным недостижением поставленных целей. Хамасу власти это значит наращивание военной угрозы, ее реализация и попытка очередного 7 октября в более отдаленной перспективе, а что значит когда ты не реализовал поставленные перед собой четко и ясно озвученные цели, даже если масса террористов уничтожена больше половины и так далее, и так далее, это в общем проигрыш войны, причем проигрыш войны со стратегическими последствиями, когда в будущем в перспективе погибнут или пострадают сотни израильских граждан, а противники Израиля поймут, что Израиль не способен довести задуманное до конца и всегда нас спасет международное давление, поэтому это будет очень серьезной стратегической проблемой, если до этого дело дойдет, и я надеюсь, что все-таки очень надеюсь, что хватит воли политической, несмотря на все проблемы, именно добиться вот этих поставленных целей более-менее как это было, а для этого нужно завершить общевойсковые фазы операции, в первую очередь в Рафехе, которая идет сейчас очень втихую, чтобы не злить американцев, и далее действовать на постоянной основе, не давая противнику поднять гол. Спасибо большое за комментарий этим ранним утром. В нашей рубрике «На два фронта» был Давид Шарп, военный эксперт, который помогает нам разобраться с тем, что происходит и в одной, и в другой войне. Спасибо большое. Спасибо, хорошего дня. Всего наилучшего и хорошего, спокойного дня. Спасибо вам. «На три фронта» «Наki» «На билла» «На blasпе» «На refine» «На голове» «На два фронта» «На туфон» «На канале». «На долбина» «На STUD» «На gorся» «На戲», «На голове» «Б beautiful »